23 декабря в региональном правительстве состоялось заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, где были подведены итоги 2022 года. Наша область справилась с теми задачами, которые были поставлены руководством нашей страны, прежде всего президентом, по организации мероприятий, поддерживающих специальную военную операцию, поддерживающих наших воинов, которые несут службу и борются за тот мир, за тот русский мир, который необходим сегодня всем нам, необходим Европе и необходим всему миру. Более подробно о достижениях и планах на будущее рассказал в своем докладе первый заместитель министра Иван Колесник. Он отметил, что в этом году омские спортсмены успешно выступили на соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровня, продолжала улучшаться материальная база, открыла джидрайв-арена, в ближайшие дни начнут работу скалодром международного уровня и крытый каток на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник». Важным достижением года стало проведение большого количества патриотических мероприятий. Когда ты выходишь на площадь, а у тебя далеко за 10, 20, 30, 50 тысяч человек пришли на мероприятия, которые организованы нашим ведомственным, которые организованы при поддержке губернатора, конечно, их хочется проводить. Это лучшая обратная связь. И видно, что амичам это нужно. Они, знаете, почувствовали вкус этих мероприятий и уже ждут, что нового мы для них приготовим. И поэтому приходится постоянно наращивать качество и темпы этих мероприятий. Затем был рассмотрен вопрос гармонизации законодательства в сфере физкультуры, спорта и образования. С 1 января 2023 года в силу вступит федеральный закон, регулирующий этот процесс. Об особенностях переходного периода рассказала заместитель министра спорта Ольга Степанова. Также на коллегии вручили почетные награды. Благодарственным письмом президента страны был отмечен мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Шевляков. Шесть амичей получили грамоты от министра спорта России. Это конечно очень приятно и почетно. Это придает сил на свершение новых задач, которые мы ставим своей организацией на будущий год. И также отдельно хотел бы отметить и поблагодарить правительство Омской области и министерство спорта, что всегда откликаются, поддерживают реализацию таких общественных проектов, как наш, который называется «Сильнейшая нация мира». Кроме того, различные награды регионального уровня получили представители подведомственных Минспорту организаций, хоккейного клуба «Авангард», спортивных клубов и школ, молодежных организаций, волонтеры и представители СМИ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ